Дмитрий Рогозин приедет в Киров. Рабочий визит заместителя председателя правительства России состоится в субботу, 20 февраля. Вместе с главой региона Никитой Белых, вице-премьер возложит цветы к памятнику погибшим в военных конфликтов у областной филармонии, а также проведет встречу с военнослужащими, которые отличились в боевой и политической подготовке. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Путепровод в Чистые пруды строят с опережением на три месяца. Об этом сообщает директор компании-подрядчика. По его словам, при таком финансировании, которое имеется сейчас, есть все шансы закончить его возведение раньше срока. Всего на строительство путепровода в этом году будет выделено из федерального бюджета более 600 миллионов рублей. На эти деньги планируется построить новые опоры, а также продолжить новые коммуникации. Напомним, путепровод в Чистые пруды начали строить в октябре прошлого года. Общая протяженность его планируется более полутора тысячи метров. Жители области доверяют кировским полицейским, и уровень доверия к ним один из самых высоких в стране. Такие результаты были получены в ходе опроса населения. 81% опрошенных оценивают деятельность кировской полиции как эффективную, а 74% жителей области заявили, что полностью уверены в защищенности своих интересов. Ранее подобное исследование уже проводилось. Так, за 2015 год Кировская ОМВД заняла пятое место в стране по итогам работы в целом. Меньше на 400 миллионов рублей именно такой суммы в этом году, возможно, не досчитается регион на реализацию госпрограмм. Как отметили в областном министерстве, эта сумма может еще увеличиться, поскольку средства по регионам распределяются в результате конкурсных отборов в течение всего года. Напомню, в прошлом году на государственные программы Кировской области было выделено около 6 миллиардов рублей.